Продолжение следует... Мысли к высотам Твоим, открой нам себя в большей мере, научи нас Евангелию, помоги нам верить так, как хочешь Ты. Даруй нам через эту веру быть спасенными Тобой, во имя Иисуса Христа. Аминь. Есть два неправильных подхода к религии. Их можно назвать религия знания и религия незнания. Первый подход. Религия знания заключается в том, чтобы приобретать все больше и больше знаний о Боге. У человека, который следует такому подходу, есть интерес к духовным вещам. Он может посещать церковь. Он может живо интересоваться духовными темами и задавать вопросы. Он может читать духовную литературу и даже разбираться в вероучении. Однако его жизнь не меняется. Он остается рабом греха. Это религия, которая остается на уровне знания, но не спасает душу от рабства и в конечном итоге от погибели. Я думаю, что вы все можете узнать либо себя, либо, может быть, кого-то из ваших знакомых, кто следует такому подходу узнать в этом описании. Противоположная крайность – это религия незнания. Идущий таким путем человек, наоборот, ничего не хочет слышать о религии, не интересуется Богом, не ставит перед собой вопросы о духовном мире. Он убегает от разговоров о Христе и не тянется к чтению Библии. Кажется, что на Божьем суде у него всегда будет отговорка. Он всегда может сказать «а я не знал», но это только так кажется. Оба этих подхода – и религия знания, и религия незнания – ошибочны. Знание истины не спасает, а незнание истины не оправдывает. Вот об этом говорит наш следующий отрывок из послания к римлянам. Прежде чем мы его прочитаем, давайте вспомним контекст. Послание к римлянам посвящено изложению и объяснению Евангелия, то есть той истины о спасении через веру, в которую человек приходит к Богу и примиряется с Ним. Послание к римлянам посвящено изложению Евангелия. В первой главе этого послания апостол Павел показал Божий суд над язычниками, над теми людьми, которые поклонялись и служили твари вместо Творца, то есть поклонялись творению вместо истинного Бога. Религиозные люди, и в частности религиозные евреи, слыша вот о Божьем суде над язычниками, могли бы сказать «но ко мне это не относится, я не поклоняюсь творению вместо Творца». Однако во второй главе Павел показывает Божий суд над евреями, которые исповедовали истинную религию, знали Божье Слово и даже совершали поклонение истинному Богу. И поэтому вторая глава, которая говорит о Божьем суде над евреями, она очень актуальна для очень многих людей в наше время. Мы живем вроде бы в формально христианской стране, многие люди являются в большей или в меньшей степени религиозными людьми. И вот истины второй главы как раз говорят о Божьем суде над религиозными людьми. Истины второй главы очень актуальны также для детей верующих родителей, потому что дети верующих родителей растут в семьях, где они не поклоняются творению вместо Творца, по крайней мере, видимым образом. Они растут, зная истину, зная о Боге и даже совершая поклонение истинному Богу. Но, тем не менее, вторая глава посланий к римлянам показывает, что и их это не освобождает от Божьего суда, и что и им требуется что-то большее, что-то другое. В частности, вторая глава разбивает четыре ложные надежды на спасение. Апостол Павел в этой главе показывает, что морализм, то есть осуждение греха, не спасает. Дальше он говорит, что знание истины не спасает. Потом он показывает, что духовное служение не спасает. И, наконец, завершает эту главу тем, что соблюдение обрядов не спасает. В предыдущей проповеди по посланию к римлянам мы уже разбирали начало второй главы «Бессилие морализма». И сегодня мы переходим ко второму разделу. Давайте прочтем стихи с двенадцатого по шестнадцатый. Мы уже повторили контекст, это подвело нас ко второй главе, к двенадцатому стиху. Давайте прочитаем римлянам вторую главу с двенадцатого по шестнадцатый стихи. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот на этом мы пока остановимся. Это второй отрывок из второй главы. Обратите внимание на двенадцатый стих. Посмотрите на двенадцатый стих. В двенадцатом стихе звучит общее утверждение, общая истина, которая объединяет весь этот отрывок. Апостол Павел говорит здесь. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Этот главный тезис можно сформулировать таким образом. Знание истины не спасает, а незнание истины не оправдывает. Я еще раз повторю вот эту ключевую идею всего отрывка. Она вытекает из двенадцатого стиха. Знание истины не спасает, а незнание истины не оправдывает. В следующих нескольких стихах Павел объясняет и подтверждает этот тезис. Итак, в стихах с тринадцатого по шестнадцатый мы найдем три причины, почему каждый человек осужден Богом, независимо от знания или незнания истины. Давайте посмотрим на первую причину. Первая причина обозначена в тринадцатом стихе. Первая причина заключается в следующем. Потому что оправдываются не слушатели закона, а исполнители. Это объясняет, почему знание истины не спасает. Знание истины не спасает, потому что оправдываются не слушатели закона, а исполнители. Не те, кто знает истину, а те, кто ее неукоснительно исполняет. Посмотрите на тринадцатый стих. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Иудеи первого века считали, что они будут спасены благодаря тому, что у них есть закон Божий. Они хвалились законом. В семнадцатом стихе, чуть ниже, если вы посмотрите, опустите в глаза в той же самой главе в нашем тексте, в семнадцатом стихе апостол Павел говорит об иудеях, обращаясь к ним, он говорит, «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом». Они успокаивали себя законом. Они говорили, что у нас есть закон, значит все хорошо, в наших отношениях с Богом все нормально, мы знаем закон. И тем самым они успокаивали свою совесть, что якобы они находятся на пути спасения в силу того, что знают закон. Дальше посмотрите в двадцать третьем стихе, еще чуть ниже, в двадцать третьем стихе Павел говорит, «Хвалишься законом», а преступлением закона бесчестишь Бога. «Хвалишься законом». Иудеи хвалились законом, то есть они действительно себя превозносили, ставили на пьедестал и говорили, что мы отличаемся от всех остальных народов тем, что другие народы, язычники, не знают закона. Они невежды в законе. А мы знаем закон. И вот это знание закона как бы уже поднимало их на новую ступеньку, на более высокую ступень по сравнению со всеми остальными народами. Однако апостол Павел опровергает это. Он говорит, что знание закона не ставит их в привилегированное положение на Божьем суде. Знание закона не делает их автоматически спасенными. Вот эта вот проблема упования на знание закона или знание Божьего слова перед лицом Божьего суда, она была характерна для многих людей во все времена. Еще в Ветхом Завете пророк Иеремия, 8 глава, 8 стих, говорил Иеремия, 8 глава, 8 стих, он обращаясь тоже к израильскому народу, говорил об их восприятии ситуации, об их мнении о себе. Он вот что пишет, послушайте. Как вы говорите, мы мудры и закон Господень у нас. Иеремия пишет, незадолго до разрушения Иерусалима, разрушения храма, вавилонского пленения, незадолго до того, как Божий суд падет на головы иудейского народа, на головы религиозных людей, которые имели храм, совершали жертвы, поклонялись истинному Богу и знали закон. И вот он говорит им, вы говорите, мы мудры и закон Господень у нас. Но он показывает, что это не спасает ни одного человека. Недостаточно знать закон Господень для спасения. То же самое наблюдалось в новозаветные времена с новозаветными иудеями. Иоанна, 9 глава, 28 стих. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 28 стих. Они же укорили Его, это фарисеи, укорили слепорожденного, которого только что исцелил Иисус. Они укорили Его и сказали, ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Смотрите, какое у них было мнение о себе. У нас есть закон, закон Моисеев, мы ученики Моисея. И это уже возвышало их то, что они знают закон, изучают закон, учатся у закона. Это вроде бы возвышало их по сравнению, в их собственных глазах, по сравнению со всеми остальными людьми. К сожалению, очень многие люди не только в иудаизме Ветхого Завета или иудаизме первого века, но, к сожалению, очень многие религиозные люди в наши дни и даже, скажу вам по секрету, очень многие христиане уповают на знания закона, знания богословия, знания доктрин. Очень многие люди, исповедующие даже христианскую веру, успокаивают себя тем, что у них есть Библия, подобно тому, как иудеи успокаивали себя законом. Очень многие христиане хвалятся тем, что они знают Библию, подобно тому, как иудеи хвалились законом. Очень многие христиане возвышаются в своих собственных, по крайней мере, глазах, где-то в тайных каких-то мыслях своего сердца, в какие-то минуты они успокаиваются и они считают, поднимая себя на более высокий пьедестал, мы мудры и закон Господень у нас. Мы имеем мудрость, а вот все остальные люди, которые там пишут в интернете всякие глупости, они не имеют мудрости и они не знают закона Божьего. Очень многие люди говорят, мы Моисеевы ученики, это говорили фарисеи. В наши дни очень многие говорят, мы Макартуровы ученики, мы Кальвиновы ученики, мы Арминиевы ученики, еще чьи-то ученики. И люди тем самым фактически выражают вот тот же самый снобизм, ту же самую духовную гордость, которая поражала еврейский народ. Но быть Моисеевым учеником не спасало их, быть учеником самых лучших учителей Макартура, Вошера, Пайпера не спасает в настоящее время. Знание закона, обладание законом недостаточно для спасения. Проблема в том, что многие христиане читают Библию, знают Библию, цитируют Библию, рассуждают об учении Библии, но проблема в том, что они вместе с тем нарушают Библию. Знание истины и даже способность рассуждать об истине без ее исполнения не оправдает человека на Божьем суде. Ты не сможешь сказать, дорогой друг, Господи, но я же знал это, я мог объяснить истинное учение, я умел разоблачить и опровергнуть неправильные доктрины. Господь скажет, если ты знал это, почему же ты нарушал это? Почему ты нарушал мое слово? Почему твой характер не был похож на характер Господа Иисуса Христа? Как мы прочитали в 12-13 стихах, те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Священное Писание нигде и никогда не говорит, что достаточно слушать или знать истинное учение. Этого никогда не бывает достаточным. В послании Иакова в Новом Завете говорится, Иакова 1 глава 22-27 стихи, «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». Слышите, что говорит Иаков в Новозаветной Церкви? Он говорит в Новозаветной Церкви, «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». И дальше объясняет эту истину. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. То есть, другими словами, что толку смотреть в зеркало, если ты не исправляешь то, что у тебя неправильно или грязно? Какой смысл было смотреть в зеркало, если ничего не изменилось от этого? Точно так же, какой смысл в твоем смотрении в Божье Слово, если у тебя в характере ничего не меняется? Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Это ситуация комичная. Точно так же в Божьих глазах комично выглядит человек, который смотрится в Библию, но не исправляется. Дальше Иаков пишет в 25 стихе. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Видите снова, блаженство относится не к слушателям, а к исполнителям. И в следующих стихах Иаков приводит несколько иллюстраций того, как именно нужно исполнять, а не просто слушать. 26 стих. Если кто из вас думает, что он благочестив, а не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Дорогой друг, который смотрит эту проповедь и пишет в интернете злобные посты и поливает грязью других людей, или как-то очень негативно себя ведет, грубо, не обуздывает своего языка. Это к тебе говорит Иаков. У тебя пустое благочестие. Что толку знать доктрины, если ты не живешь благочестиво и не обуздываешь своего языка? У тебя пустое благочестие, которое не оправдает тебя в глазах Бога. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом, пишет дальше Иаков, есть то, чтобы презирать сирот, то есть обращать на них внимание, заботиться о них, заботиться о сиротах и вдовах в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Храни свой язык, храни свое поведение, храни свои помыслы и свои отношения с другими людьми, неоскверненными от мира, и делай добрые дела, заботясь о вдовах и сиротах. Дальше Христос говорил в Нагорной проповеди, опять же, о тех людях, которые лишь знали, но не исполняли. Матфея 7 глава с 21 стиха. Он говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Если люди уповали на знание, на то, что они знают истину, Христос говорит, это для меня недостаточно. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? О, конечно, это люди, которые знали о Христе очень много и совершали много духовных действий, которые можно отнести к разряду служения Богу. Но Христос говорит им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Их проблема была в том, что они делали беззаконие, то есть они знали, но не исполняли. Дальше в Нагорной проповеди Христос говорит 7 глава 26-27 стихи, 7 глава 26 стиха, он говорит, «Всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Мало слушать слова Иисуса Христа. Здесь, заметьте, даже говорится не о законе Моисеевом, а о Христе. То есть это даже Христос говорит не просто иудеям, которые слушали только лишь закон Моисеев, а Христа не принимали. Нет, он говорит тем людям, которые вроде бы следуют за Христом, слушают Его слова. И Христос говорит, «Кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, тот подобен безрассудному человеку». Все здание, которое он строил, все то, что он делал своими делами, своей жизнью, своими словами, все это рухнет и останется ничем. Было падение этого дома великое. В Матфея 15 главе 8 стихе Христос говорит, «Приближаются ко Мне люди эти устами своими и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня». Есть огромная проблема, когда человек приближается к Богу только лишь устами. Он знает, и он говорит какие-то правильные вещи, он знает, как сказать. Но если его сердце не подчиняется Богу, если его сердце не сокрушено истиной Божьей, если оно не стоит на коленях перед Божьими требованиями и заповедями, то тогда к ним относятся вот эти вот слова. «Приближаются ко Мне люди эти устами своими, чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня». Недостаточно знать, если ты не исполняешь. Итак, дорогие друзья, если вы не можете похвастаться тем, что в совершенстве исполняете закон Божий, то простое знание истины или чтение Божьего слова вас не спасает. В Иакова 2 главе 10 стихе Иаков говорит, «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Мало знать надо исполнять, и мало исполнять частично надо исполнять полностью и в совершенстве. Если вы не исполняете закон Божий в совершенстве, то вы не можете рассчитывать на какое-то привилегированное положение пред Богом. Это не освободит вас от Божьего суда. Знание истины не спасает, потому что не слушатели закона будут спасены, но исполнители закона оправданы будут. Кто в совершенстве исполняет закон, только такой человек может рассчитывать на спасение. Итак, первая причина, почему каждый человек осужден Богом, независимо от знания или незнания истины, заключается в том, что оправдываются не слушатели закона, а исполнители. А с исполнением-то у нас как раз проблема. Вторая причина. Давайте посмотрим на вторую причину. Вторая причина, почему каждый человек осужден Богом, независимо от знания или незнания истины. Потому что закон Божий записан в сердце. Это объясняет, почему незнание истины не оправдывает. Незнание истины не оправдывает, потому что закон Божий у каждого человека записан в сердце. Посмотрите на 14-15 стихи. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В нашем мире есть много людей, которые не имеют Божьего Слова и не знают истины». Это другая группа людей. До этого мы говорили о такой группе людей, которые знают истину, и знания истины уповают на это знание истины. Они думают, что это знание истины их уже каким-то образом оправдывает на Божьем суде. Мы показали, что знание истины не спасают. Теперь смотрим на другую группу людей, которые не знают истины. Вот о них здесь говорится. «Язычники, не имеющие закона» 14 стих. «Участь таких людей всегда вызывала беспокойство у многих мыслящих христиан». Например, в одном интервью у Билли Грэма спросили как-то, что будет с теми людьми, которые никогда не слышали о Христе, которые живут в каких-нибудь труднодоступных регионах, куда еще не проникала нога миссионеров, куда не достигла Евангелие. И вот Билли Грэм в этом интервью, это его очень хорошо известное интервью в телепрограмме Роберта Шуллера много лет назад, он сказал следующие слова. Он сказал «Я думаю, что каждый, кто любит Христа или знает Христа, осознают они это или нет, являются членами тела Христова. И это Бог делает сегодня. Он призывает людей из мира ради имени своего. Приходят ли они из мусульманского мира, буддийского мира, христианского мира или из мира неверующих? Они члены тела Христова, потому что они призваны Богом. Возможно, они не знают имя Иисуса, но в своем сердце они знают, что им необходимо что-то, чем они не обладают. И они обращаются к тому свету, что есть в их жизни. И я думаю, что они спасены и будут с нами на небе». Вот в этом мнении, высказанном Биллигрэмом, он, конечно, хотел как бы указать на Божью благость. Он хотел защитить Бога от обвинения в несправедливости. А как быть с теми людьми, которые никогда не слышали о Христе? Но тот ответ, который он предложил, он вызывал очень много нареканий со стороны многих христианских пасторов, авторов книг, мыслителей и простых христиан. Дело в том, что здесь он ввел такое понятие, что можно знать Христа, не осознавая этого. То есть можно знать Христа, но не знать о том, что ты знаешь Христа. Это очень проблематичное утверждение. Дальше он сказал, что эти люди, возможно, не знают имя Иисуса, но в своем сердце знают, что им необходимо что-то, чем они не обладают. Но это на самом деле можно отнести к любому неверующему невозрожденному человеку. Получается, что абсолютно все люди будут спасены. Конечно, это проблематичная позиция. Она вызвана желанием как раз таки объяснить, что и незнающие люди могут каким-то образом спастись. Но давайте посмотрим на то, что мы прочитали в нашем тексте в Послании к Римлянам, 2 главе, с 14 по 15 стихи. Здесь как раз говорится о людях, которые никогда не слышали о Христе, которые не знают истины Божьего Слова. Вот о них Павел говорит следующее. Давайте еще раз прочитаем эти слова. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Есть множество язычников, которые совершают хорошие поступки. И эти язычники знают, что их поступки хороши, как мы прочитали, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. Кто не имеет закона, они сами себе закон. Когда я уже стал христианином, я неоднократно замечал на протяжении жизни. Замечал, как известные мне неверующие люди помогают бедным или совершают дела благотворительности. Они ухаживают за пожилыми, они помогают в госпиталях, они жертвуют деньги бедным, они покупают продукты нуждающимся. Во время разного рода эпидемий, как, например, сейчас, во время эпидемии коронавируса, очень многие неверующие доктора, медсестры, санитарки и прочий медперсонал рискуют своей жизнью ради того, чтобы заботиться о пациентах и выполнять свою работу. Они, не зная закона, по природе делают что-то очень доброе, хорошее, соответствующее закону. Недавно я прочитал, что известный актер Кину Ривз, наверняка вы слышали это имя. Так вот, Кину Ривз миллионы долларов из своих заработков тратит на благотворительность. Буквально миллионы долларов тратит на благотворительность. Он поддерживает фонд этического обращения с животными, фонд больных детей, фонд борьбы с раком и другие благотворительные организации. Все это он делал на протяжении лет анонимно, не афишируя своих пожертвований. То есть, действительно, так, как по закону полагалось бы, так, как Христос призывал своих учеников это делать. Кину Ривз потратил 5 миллионов долларов на лечение своей родной сестры, которая страдает лейкемией. Многие из вас знают его, наверное, по одному из самых известных его фильмов, это «Матрица». Так вот, из сборов за вторую и третью «Матрицу» он уменьшил свой гонорар на 75 миллионов долларов. Представьте себе эту цифру, 75 миллионов долларов. То есть, он просто взял и отказался от 75 миллионов долларов. Для чего? Чтобы распределить эти деньги между командами, которые работали над спецэффектами и над костюмами. В результате каждый член этих команд получил по одному миллиону долларов на человека. И это моментально сделало всех членов этих команд, простых людей, не звездных актеров, моментально, в одночасье сделало их миллионерами. Это был очень благородный поступок со стороны актера Кину Ривза. Многие неверующие люди, далекие от Библии, делают законное. Буквально в оригинале сказано «то, что от закона». То есть, то, что соответствует Божьему закону. И хотя у них нет письменного закона Божьего, который они читали бы, изучали бы, в отличие от первой группы людей, да? У них нет такого закона перед глазами. Они либо не имеют доступа к нему, либо не хотят его знать. Нет у него закона. Но они в самой своей природе несут закон Божий. Как мы здесь прочитали в этом стихе, они сами себе закон. То есть, они показывают тем самым, когда они делают что-то доброе, хорошее, показывают, что в их сердце лежит отпечаток Божьего закона. Что это за отпечаток Божьего закона, спросите вы? Это образ Божий, который Бог вложил в каждого человека. Библия говорит, что когда Бог творил человека, Он создал его по образу своему и подобию. Образ Бога или подобие – это всё, в чём человек похож на Бога. Это всё, в чём человек является отражением Божества. И вот этот образ или подобие Божие включает в себя также и нравственные качества. Человек способен понимать, что хорошо, а что плохо, потому что это в него вложено от сотворения, образ Божий. И как здесь Павел пишет, то же самое, но другими словами он пишет, они показывают, что они сами себе закон. То есть в самих себе они несут отпечаток Божьего закона, его нравственность, его нравственные качества. Избавляет ли это неверующего человека от суда, когда он делает что-то доброе, хорошее, законное? Освобождает ли это его от Божьего суда в глазах Божьих? Нет. Как это не парадоксально, когда неверующие, не знающие закона люди делают добрые дела, это не только не освобождает их от закона, но, задумайтесь, парадоксально, это увеличивает их вину перед Господом. Как это может быть, спросите вы? Кажется, что это нелогично. Они же делают доброе, это должно наоборот уменьшать их вину. А я здесь утверждаю, что когда они делают доброе, неверующие, не знающие слова Божьего, не знающие Библии люди, когда они делают доброе, они увеличивают свою вину. Это парадокс. Я объясню. Сам факт, что эти люди делали добрые дела, зная об их нравственной правильности, доказывает, что они имели знание о Божьем законе, написанном в их сердцах. Поэтому, если эти люди не придут к вере, в истинного Бога, в день суда их добрые дела будут свидетельствовать против них. В день суда они услышат, ты знал, как делать добрые дела, почему же ты не всегда так делал. То, что ты делал добрые дела, доказывает, что ты знал, как делать добрые дела, ты умел делать добрые дела, у тебя была такая возможность и способность, почему же ты не всегда так делал. Таким образом, добрые дела незнающих людей не только не оправдывают их пред Богом, но и увеличивают их вину, потому что они избавляют их от этой отговорки, лишают их отговорки незнания, показывают, что на самом деле ты знал и мог. Неверующие люди и язычники не могут сказать, что они не знают Божьего закона. Почему? Потому что закон Божий записан у них в сердце. Вы спросите, откуда мы знаем, что закон Божий записан в сердце неверующего человека? Мы это знаем из того, что любой неверующий человек способен рассуждать о том, что справедливо, а что нет. В 15 стихе мы читаем. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует, то есть вот объяснение, доказательство, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Если человек способен в своей совести испытывать где-то угрызения совести, это показывает, что у него есть стандарт, по которому его совесть его осуждает. Или если человек способен понимать, вот это правильно, а вот это неправильно. Если крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, да? И если человек способен ответить на этот вопрос и сказать, вот это хорошо, а вот это плохо, то это показывает, что уже у него есть тот закон в сердце, по которому он будет судим и по которому он будет осужден. Итак, давайте вернемся к нашему первоначальному вопросу. Какова участь тех людей, которые никогда не слышали о Христе, не знают закона Божьего, жили где-то там на островах или в каких-то далеких джунглях, куда не проникала истина? Какова участь таких людей? Освобождаются ли они от Божьего суда? Нет, они тоже находятся под Божьим судом, и у них нет оправдания на Божьем суде, потому что дело закона написано у них в сердце, и они нарушали этот закон, написанный в сердце. Также еще раз посмотрите на 12 стих, не забывайте, что сказано в 12 стихе. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и что? Погибнут. Здесь не сказано, что те, которые не имел закона спасутся. Нет, кто не имея закона согрешили, вне закона погибнут. А какое количество среди тех, кто не имеет закона согрешили? Сто процентов. Сто процентов людей согрешили. Таким образом, из числа незнающих закона к погибели идут абсолютно все. Кто не имея закона согрешили, вне закона что? Погибнут. Вот этим объясняется нужда человека в Евангелии. Если человек не услышит Евангелие Иисуса Христа, то у него нет шанса на спасение. Потому что его незнание закона не оправдывает его. Тем, что он никогда не слышал истины, он не спасется и не оправдается на Божьем суде. Поэтому каждый человек, не знающий, нуждается в том, чтобы узнать. Нуждается в том, чтобы услышать Евангелие. И этим объясняется насущная необходимость миссии церкви. Когда с древнейших времен христиане посвящали свою жизнь, иногда жертвовали своей жизнью ради того, чтобы донести Евангелие до каких-то далеких племен, они делали это не просто по своей прихоти, они делали это понимая, что если те люди никогда не услышат Евангелие, они однозначно погибнут и у них нет никакого другого шанса. Церковь должна выполнять миссию, церковь должна нести Евангелие, должна нести познание о Боге и об Иисусе Христе и о спасении через веру в жертву Христову. Церковь должна нести закон Божий всем людям и всем народам, которые никогда не слышали, потому что незнание закона не освобождает от ответственности. Незнающие закона не оправдываются и, не зная, у них нет шанса. Они идут только к погибели, как мы здесь прочитали, те, которые не имея закона согрешили, вне закона погибнут. Итак, первые две причины, почему каждый человек осужден Богом, независимо от знания или незнания истины, заключаются в том, что оправдываются не слушатели закона, а исполнители. Это объясняет, почему знания истины не спасают. И вторая причина – закон Божий записан в сердце. Это объясняет, почему незнание истины, наоборот, не оправдывает. Ну и наконец, давайте посмотрим на третью причину, почему каждый человек осужден Богом, независимо от знания или незнания истины. Потому что Бог будет судить даже за тайные дела. Бог будет судить даже за тайные дела. Это объясняет, почему количество духовных познаний не решает проблему. Посмотрите на 16 стих. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Бог будет судить что? Тайные дела человеков через Иисуса Христа. Самое страшное открытие для большинства людей заключается в том, что Бог будет судить их не только по внешним делам, но и по внутренним мотивам. Самое страшное открытие для большинства людей заключается в том, что Бог будет судить не только по внешним делам, но и по внутренним мотивам. Мы прочитали здесь «Бог будет судить тайные дела человека». Буквально, вы, наверное, можете увидеть, что слово «дела» в ваших изданиях Библии либо набрано курсивом, либо взято в квадратные скобочки. Это показывает, что его не было в оригинале. Редакторы Библии тем самым указывают нам, что это слово не было в оригинале, оно добавлено для прояснения смысла. Буквально сказано «Бог будет судить тайное». «Бог будет судить тайное». То есть «Бог будет судить», как здесь сказано, не просто «тайные дела», то есть какие-то дела, которые вы руками совершили, просто никто этого не видел. Нет, «Бог будет судить вообще все тайное». «Бог будет судить ваши мысли», «Бог будет судить ваши мотивы», то есть почему вы что-то сделали. «Бог будет судить не просто, что вы сделали, но Бог будет судить также, почему вы это сделали, с правильным мотивом или с неправильным мотивом. Любое доброе дело, если оно сделано с неправильными мотивами, не будет признано на Божьем суде по-настоящему добрым. Бог будет судить даже то, что остается за кадром, то, что в сердце. В первой книге про Липоменон, 28 глава, 9 стих сказано, там Давид дает наставление Соломону и говорит, и ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души. В чем необходимость от всего сердца и от всей души? Разве нельзя над половинкой сердца служить Богу? Разве нельзя служить Богу чуть-чуть, но так, чтобы не до фанатизма? Нет, нельзя. Служи ему от всего сердца и от всей души, и дальше Давид объясняет, пророк Давид объясняет Соломону почему. Ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Первая про Липоменон, 28 глава, 9 стих. Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Поэтому, если ты служил Богу так, чуть-чуть, в развалочку, не до фанатизма, в кавычках, да, как, конечно же, я с иронией говорю эти слова, ссылаясь на неверующих, которые так себя пытаются оправдать. Бог знает все движения мыслей. И Он скажет, лицемер, ты не служил мне от всего сердца. Бог знает все, сердца все, знает все движения мыслей. И Бог будет судить тайное человеков. Псалом 138, первые четыре стиха показывают, до какой степени Бог знает наши тайные мысли. Псалом 138, первые четыре стиха. Господи, ты испытал меня и знаешь. Бог испытал каждого из нас, знает каждого из нас. Дальше псаломопедец говорит, ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. То есть, все движения мои, начало действия, конец действия, Бог знает. Ты разумеешь помышления мои издали. То есть, Бог знает даже мысли. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. То есть, нет ни одного места, где можно было бы скрыться от Бога. И все пути мои известны тебе. То есть, образ моего поведения, мои поступки, все это известно Богу. Еще нет слова на языке моем, четвертый стих. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. То есть, я еще только задумал сказать какое-то слово, еще не произнес его. А Бог уже знает, что это за слово. То есть, Бог знает наше тайное. Бог знает наши мысли. Он знает и высказанные слова, и те слова, которые останутся невысказанными, но были просто в виде наших мыслей, в наших головах. Бог знает абсолютно все. И Бог будет судить тайное человека. Иеремия, 17 глава, 10 стих. Иеремия, 17, 10. Здесь Бог сам о себе провозглашает. Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Бог пронизывает вглубь сердце. Бог испытывает внутренности. Первое царство, 16 глава, 7 стих. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Люди способны ориентироваться лишь по внешнему выражению лица или по глазам, но Бог проникает гораздо глубже. Он проникает вглубь сердца. Проникаю сердце, испытываю внутренности, как говорит Иеремия. Чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его, Бог будет судить каждого по тайным его мыслям. Матфея, 6 глава, 4 стих. Христос говорит в Нагорной проповеди о творящих милостыню. И потом еще о нескольких подобных примерах. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Бог видит и знает, что совершается в тайне, чего не знают никакие другие люди. Отец, видящий тайное, воздаст явно. То есть он будет судить тайное человека. К сожалению, некоторые люди не понимают этого, и они ограничиваются лишь поверхностным исповеданием религии, поверхностной порядочностью, но на самом деле их сердце остается неизмененным. В книге «Путешествие Пилигрима», которую я уже цитировал в предыдущей проповеди, содержится много разных типажей разных людей. И оттуда очень удобно брать иллюстрации о неправильных представлениях о вере. Так вот, в 12 главе этой книги «Путешествие Пилигрима» описывается некто Краснобай. Краснобай. Это был человек, который умел правильно говорить и знал правильные вещи, но тайная его жизнь очень сильно отличалась от его знания. Я не буду читать, конечно, всю эту главу или пересказывать. Несколько отрывочков я прочитаю. Значит, когда христианин и его друг Верный повстречали вот этого человека Краснобая на своем пути, Верный обратился к нему с вопросом «Друг, куда ты направил свои стопы? Не в небесную или страну?» И Краснобай отвечает «Да, я направляюсь именно туда». То есть этот человек был уверен в том, что он идет на небеса. Дальше они начинают разговаривать, и вот этот вот Краснобай, этот человек, он говорит «Мне всегда доставляет огромное удовольствие беседовать с умными людьми о высоких материях». То есть он очень рад возможности поддержать разговор на духовные темы. Он не бежит от разговора о Христе, он не отворачивается от разговора о Библии, о заповедях, о духовных материях, он очень рад поговорить на темы доктрин, учения, христианства. Дальше они на протяжении этой беседы разговаривают, и Краснобай произносит такие слова, послушайте. Он говорит «Дискутировать на эти темы весьма полезно». То есть он очень одобряет духовную дискуссию. Если бы его поместили на малую группу, он бы там был своим, он бы просто влился туда и был бы замечательным собеседником. Он говорит «Дискутировать на эти темы весьма полезно. В беседе человек познает очень многое, о чем прежде и не догадывался. Так, например, пустоту, никчемность земных и значимость небесных ценностей, ничтожность наших дел, необходимость возрождения Святым Духом и спасение через Иисуса Христа. Кроме того, человек понимает, что есть покаяние, вера, молитва, терпение. Наконец, он учится опровергать ложные учения, отстаивать истину и наставлять на праведный путь неверующих». Заметьте, как Джон Буньян, наш брат, живший в 17 веке, описывает вот эту категорию людей. Он показывает, что есть категория людей, которые любят беседовать над духовной темой, умеют беседовать над духовной темой, знают, одобряют эти духовные беседы, разбираются в духовных вопросах и говорят, в общем-то, правильные вещи. Дальше Краснобай говорит, «Увы, отсутствие подобных бесед как раз и является причиной того, что столько людей не понимает необходимость и важность веры и воздействие благодати на их человеческие души для достижения вечной жизни. Они живут в полном неведении, считая, что строгим соблюдением буквы закона могут попасть в Царство Божие». Правильные слова, говорит. Он осуждает вот этот порочный взгляд учения о спасении делами. Этот Краснобай правильно рассуждает даже о доктринах. Он способен верно понимать и излагать здравое Евангелие, учение о спасении верой. И Джон Буньян это подмечает и описывает в 17 веке. Наш брат, христианин Джон Буньян. Дальше этот же Краснобай говорит, «О, я прекрасно понимаю, что человек ничего не может взять себе сам, если оно не дано будет ему свыше. Все по благодати, не по делам. В доказательство я могу привести тебе множество мест из Священного Писания». Он исповедует здравую реформатскую доктрину о спасении по благодати. В его словах, в его учении все правильно. Но он Краснобай. Он только говорит. Дальше между верным и христианином, вот в этой главе, в путешествии Пилигрима, состоялась беседа, когда христианин немножечко остудил пыл верного. Верный был так восхищен этим собеседником, что он так правильно говорит о духовных вещах. Но христианин его немножечко успокоил и сказал, «Этот господин, которым ты так восхищаешься, умеет хорошо морочить голову». Оказалось, что христианин знал его. Его отца зовут Болтуном, говорит он. Живет он в вральном ряду. В городе он известен как Краснобай из врального ряда. Он очень жалкий и несчастный человек. И дальше он объясняет, «Он всем кажется примилым человеком, пока не познакомишься с ним поближе. На людях он разыгрывает святошу, а дома он ненавистный, отвратительный тип». Его можно сравнить с картиной, которая красива только издали. Потом еще у них идет некий диалог, и верный спрашивает, «Неужели я так сильно ошибся в этом человеке?» И христианин отвечает, «Да, ошибся». Это о таких сказано, они говорят, но не исполняют. «И царство Божие не в слове, а в силе». Он говорит о молитве, о покаянии, о вере, о духовном возрождении, но, к сожалению, это только слова. Вне дома он святой, а у себя сатана. И его бедная семья сильно от этого страдает. С близкими он сварлив и зол, с прислугой несправедлив, он очень скуп и постоянно норовит другого надуть, обмануть или провести». И дальше, еще некоторое время спустя, христианин говорит о нем, как бы подводя итог, он говорит, «Мне кажется, он своей порочной жизнью очень многих оттолкнул от веры, и если Господь не остановит его, он еще многих погубит». Действительно, многие люди не понимают, что мало лишь говорить правильные слова или внешне соблюдать какую-то поверхностную религиозность, или правильные какие-то вещи делать, Бог будет судить тайны от человеков. Бог будет судить то, что в сердце, мотивы сердца и те дела, которые никто из людей даже не видит. Поэтому каждый человек находится под Божьим судом. Итак, мы увидели, что все находятся под судом, независимо от того, знали ли они Божий закон или не знали. Оправдываются не слушатели закона, а исполнители. Это объясняет, почему знание истины не спасают. Закон Божий записан в сердце. Это объясняет, почему незнание истины не оправдывает. Бог будет судить даже тайные дела. Это объясняет, почему количество духовных познаний не решает проблему. Поэтому, дорогие друзья, нам нужно Евангелие. Нам мало знать истину, нам мало знать о Божьих заповедях. Мы знанием заповедей не спасаемся. Незнанием заповедей мы не освобождаемся от ответственности. Нам нужен какой-то другой путь. Путь к спасению лежит не просто в том, чтобы узнать о законе Божьем или, наоборот, отвернуться от всякого знания, спрятать голову в песок, как страус, делать вид, что тебя ничего не касается. Путь к спасению перед Божьим судом заключается в другом. Нам нужно Евангелие. Нам нужно на спасение, которое несет нам Иисус Христос, который прощает наши грехи, который своей жертвой покрыл наши преступления и способен стать для нас путем к Богу. Он сказал, я есть путь и истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Итак, нам мало знать о Божьем законе или просто знать Божье Слово. Нам нужно знать и принимать Евангелие. Но здесь я еще пока чуть-чуть не закончил, да, есть еще одна очень важная мысль. Здесь кроется одна закавыка. Оказывается, даже Евангелие можно превратить в религию знания. Оказывается, даже Евангелие можно превратить в религию знания, и многие люди это делают. Это происходит, когда люди начинают углубляться в тонкости евангельского учения о спасении. Они умеют отличить спасение делами от спасения верой. Они разбираются в историческом богословии. Они цитируют разные символы веры прошлых веков. Они могут объяснить разницу между кальвинизмом, армянианством, боецианством и малянизмом. Простите меня за эту терминологию, может быть, не все знают эти термины, но это термины из богословия, из исторического богословия, и эти люди в этих терминах очень часто разбираются. Но это все остается на уровне знания. Это все остается на уровне знания. Сердечное доверие Божьему Евангелию, которое трансформирует душу, которое изменяет желания и которое преображает помыслы человека, подменяется у таких людей интеллектуальным исповеданием Евангелия. Вера подменяется религией знания. Писание предостерегает учеников Христа от такой ошибки. Сам Христос учит нас, что Евангелие не работает на уровне простого знания. До этого мы говорили главным образом о знании закона Божьего. Апостол Павел пишет в контексте иудаизма, они хвалились законом, и он говорит, что знание закона не спасает, потому что не слушатели закона, а исполнители оправданы будут. Но то же самое мы можем сказать и о знании Евангелия. Евангелие не работает на уровне простого знания. Я сейчас это вам продемонстрирую на одном тексте и очень ясном тексте Священного Писания. Слово Христа не работает без жертвы Христа. Посмотрите, что сказано в Иоанна 17 главе. Евангелие от Иоанна 17 глава 17-19 стихи. Иоанна 17 глава 17-19 стихи. В 17 стихе Христос говорит «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». То есть Христос говорит об истине Божьего Слова, которое способно осветить, сделать святым человека, разумеется, это подразумевает его спасение. И вот Он говорит «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Но посмотрите, что Он говорит в 19 стихе. В 19 стихе Он говорит «Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинную». Многим из нас хотелось бы остановиться на 17 стихе. «Освети их истинную Твое Слово Твое есть истина». То есть изучай истину и все будет хорошо, ты автоматически осветишься. То есть просто изучай Евангелие, вникай в доктрины Евангелия, разбирайся в евангельском богословии и все будет хорошо, ты спасен. Освети их истину, Твое Слово Твое есть истина». Мы хотим остановиться на этом стихе. Но мы должны посмотреть дальше. 19 стих говорит «За них я посвящаю себя, говорит Христос, чтобы они были освящены истинною». Заметьте, Он не сказал «И я даю им истину, чтобы они были освящены истинною». Христос не сказал «Я даю им истину, чтобы они были освящены истинною». Он сказал «Я посвящаю себя, то есть приношу себя в жертву, чтобы они были освящены истинною». Слово Христа без жертвы Христа не работает. Христос не просто оставил Евангелие как набор доктрин, набор вероучения, которое мы можем прочитать, осмыслить, согласиться, подписаться, и мы спасены. Нет. Евангелие не работает на уровне знания. Евангелие Христа без жертвы Христа не спасает. Христос сказал «Я посвящаю себя за них, чтобы они были освящены истинною». То есть, чтобы действие 17 стиха совершилось, «Освети их истинною, Твое слово, Твое есть истина». Чтобы слово осветило, Христос посвящает себя в жертву. Я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Лишь через духовное единение с Христом душа будет очищена Словом Христа. Лишь через то, что наша душа впитает в себя смерть и воскресение Христова, она приобретет силу для того, чтобы жить по слову Христа. Вот в этом заключается ошибка многих людей, которые приходят в христианские церкви, которые слушают проповеди, которые читают Библию, но остаются рабами греха. Они пытаются осмыслить Евангелие на интеллектуальном уровне. Они ограничиваются лишь интеллектуальным принятием Евангелия. Они вникают в доктрины, они изучают, они правильные вещи знают, они правильно ответят на вопросы. Но их жизнь не меняется, они остаются рабами греха, либо в пьянстве, либо в наркомании, либо в блуде, либо в воровстве, либо в гневливости, либо в каких-то еще других грехах. Они остаются рабами греха, злословия, внездерживания своего языка и так далее. Остаются рабами греха, потому что они пытаются усвоить Евангелие лишь интеллектуально. Но Евангелие не работает на уровне знания. Оно работает на уровне соединения нашей души с Иисусом Христом. Христос посвятил себя в жертву для того, чтобы мы были освящены истиной. И лишь соединение с Его жертвой дает нам силу жить по Его Слову. Еще раз повторю. Наша душа лишь когда она впитывает в себя смерть и воскресение Христова. Как Библия говорит об этом, что мы соединяемся со Христом подобием смерти Его и соединяемся со Христом подобием воскресения Его. Это говорится не просто об обряде каком-то, не о водном крещении. Это говорится о том, что происходит в нашей душе. Так вот, когда мы соединяемся союз со Христом, наша душа соединяется на духовном уровне со смертью Христа для греха, с воскресением Христа для новой жизни, вот лишь через это душа приобретает силу для того, чтобы жить по Слову Христа. Итак, придите ко Христу, прильните к Нему верой, соединитесь с Его смертью и воскресением, примите Евангелие не просто на уровне религии знания, примите Евангелие на уровне религии сердца. Приблизьтесь к Богу, не устами своими, но сердцем своими. И Господь приблизится к Вам. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты сейчас учил нас важным аспектом Твоей истины. Благодарим Тебя, что Ты объяснял нам и показывал, что человек не спасается через простое знание истины, потому что знание само по себе не спасает, но лишь исполнение было бы достаточно для Твоего суда. Человек не спасается также незнанием истины, потому что незнание закона не освобождает от ответственности. И количество познаний тоже не решает проблему, потому что Ты будешь судить не просто наши внешние поступки или наши знания доктрин, но Ты будешь судить человека по его тайному, по его тайным делам, тайным движениям души, по мышлениям его сердца. Поэтому мы сознаем, что каждый из нас виновен пред Тобой, мы нуждаемся в спасении через жертву Иисуса Христа, мы нуждаемся в Искупителе, мы нуждаемся в самом Тебе, в том спасении, которое Ты сам предлагаешь и уготовал для нас. Мы хотим прийти к Тебе через Иисуса Христа, который есть путь истинной жизни. Боже, мы просим Тебя, чтобы принятие Евангелия не было у нас только лишь интеллектуальным. Я прошу Тебя обо всех, кто будет смотреть эту проповедь и размышлять над этими словами, чтобы Ты коснулся каждого сердца и помог каждому увидеть, не является ли его христианство только лишь интеллектуальным, его принятие Евангелия только лишь на уровне знания, не является ли его религия религии и знания. Даруй каждому из нас спасение по вере, которая трансформирует нашу душу через единение с Иисусом Христом. Мы очень в Тебе нуждаемся и без Тебя не можем ничего. Благодарим Тебя за то, что невозможное для человека возможно для Бога, ибо все возможно Богу. Слава Тебе, что Ты способен спасти людей через Христа, трансформировав их души. Аминь. Аминь.